Привет и Атребуар! На одном из последних стримов мой подписчик Пончик через донатик, за что ему огромное спасибо. Просил меня посмотреть пятую серию от первого лица школа. Вот, глазами школьника. Называется «Вызвали маму в школу, поссорился с одноклассниками». По-моему, в предыдущей части тоже маму в школу вызывали, а с одноклассниками он ссорится в каждой серии вообще абсолютно. Ролик давайте глянем, думаю, будет что-то интересненькое. Поехали! Ты кого лупоглазом назвал? Тебя-то, ну-ка успокоились оба. Сюда иди! Сюда иди! Я как бы тут, рядом с тобой, метр всего. Куда мне идти-то? Чё, блин, чувак, может ты будешь поспокойнее тут как бы учитель стоит? Ребят, на прошлом ролике Ютуб у нас снова закрыл комментарии. Ну-ка, а здесь комментарии как включены? Да, о, нифига себе, здесь включены. И, кстати, здесь меньше 10 тысяч. Вообще не захотел продвигать видос, но мы не сдаёмся и выпускаем для вас пятую часть про школу. С вас подписка, с нас продолжение. Приятного просмотра. Спасибо! Дима, а какой у нас сейчас урок? Ну, вроде история у глазухи. А где твоя невеста? В смысле? Ну, почему Наташа на физре не было? А, у неё освобождение. Понятно. Ну да, повезло ей. Слушай, а можешь дать мне позвонить? Нет, не могу, у тебя есть телефон. Понял. Ну, у меня просто на физре телефон сел, а мне нужно маме позвонить. Зачем тебе маме позвонить? Ты чё, маменькин сынок, что ли? А, ну хорошо, конечно. Вот телефон. Спасибо, сейчас вернусь. Пацаны, пошли! Пацаны? Мы быстро! Слушай, ты быстро, куда ты вернёшься? Звони прям при мне. О, господи, как его легко развести-то, капец. Он точно маме звонит? Серёжа, что там? Да подожди, я сейчас иду. Ну ладно. Спасибо, на уроке встретимся. Пока. Давай. Чё ты там посмотрела на него? Привет всем. Привет. Интересно. Привет, Наташа. Привет, Серёжа. Смотри, он лох. Привет, Наташа. Наташа, моя мама передала тебе шоколадку. Я ещё её сам придурок. В смысле? Ты не любишь чёрный шоколад? Я не люблю таких, как ты. Что я сделал? Вот именно, что ничего хорошего. Сиди теперь сам, я не буду с тобой сидеть. Ни хрена себе, что-то случилось, что-то я не понял. Даже мне я как-то в ступ просто встал, что произошло? Что произошло? Это всё из-за шоколадки? Чё ты дураком прикидываешься? Окей. Да блин. А! Они, скорее всего, у него на телефоне что-то нашли, да? И куда-то скинули, скорее всего, да? И ничего не под... Ну-то козлы, конечно. Понимаешь, кого-то бросила Наташа? Никто меня не бросал. Отвернись. Ну-ну. Добрый день, учени... Блин, уроды, что они там сделали такого, а? Добрый день, Александра Юрьевна. К уроку все готовы? Да. Можно войти? Чего? Цветы? Ого. Саша, а для кого ты это купил? Это не моё. Чьё? А кто это? У нас тут такой романтик. Это мне принесли. Тебе? Что-то я вообще ничего не... Я тоже ещё не понимаю, что происходит. Александра Юрьевна, это я попросил Сашу купить цветы и игрушку. Чё? Стесняюсь спросить, для кого же? Для Наташи. Что? Для меня? Наташа, это тебе. Будь всегда такой красивой, как ты есть. Спасибо, Серёжа, мне очень приятно. Мне ещё никто такие подарки не дарил. Серёжа. Я ещё не понимаю, что происходит. Ага, ты оказывается, у нас ещё тот романтик. Нет, он мудак. Что есть, то есть. Эй, какого фига? Какого фига? Я тоже не понимаю, что происходит. Ты честерпила. Ты зачем это сделал? Чтоб ты спросил. Так, по... Я и спросил, отвечай. Попрошу тишину. Подарки подарками, а урок по расписанию. Ему же никогда не нравилась Наташа. Зачем он ей это купил? С домашним заданием все справились? Да. Так, я пока ничего не понимаю, что происходит. У кого-нибудь есть? Нет. Отлично, тогда переходим к теме сегодняшнего урока. Наташа, что это всё значит? Что ты хочешь? Мы больше не друзья? Отстань. Да в смысле отстань? Ты объяснишь, что ли, что происходит? Я не понимаю. Ну не молчи, Наташа. Молчи, ты уже ныть. Кошёл в жопу. Куда там нужно идти? В задницу он пусть идёт. Сандра Юрьевна, Дима меня только что в жопу послал. Ну, послала, послала. Ты чё, стучишь-то? Эй, Серёжа. Во-первых, не выражайся. А во-вторых, Дима, у тебя что-то случилось? У меня всё нормально, а он в жопу идёт. Нет, тогда не срывай нам урок, пожалуйста. Я не срываю. Блин, что происходит? Чувак, учись, потом разберёшься. Так, далеко не разбегаемся. После перемены продолжим. Наташ, пошли в столовую, я угощаю. Чего? Столовую? Ну, можно. В столовку. Чё-то как-то быстро она переключилась на другого чувака, который к тому же ей не особо нравился. Наташа, стой. Чё происходит? Дима, отстань, я тебе уже говорила. Дима, чё ты как маленький ребёнок? Тебе девочка сказала, отстань, значит, отстань. Наташа, можно тебе на минуту? Ты уверен, что он этого стоит? В смысле, какая же стоит? Я хочу понять, чё происходит. Я, например, сад, даже чё не понимаю. Мне аж самому как-то неприятно за него. Нет, не знаю, блядь. Так. Что я... Ах, ты сука. Наташ, мы идём? Да, конечно. Именно с Серёжой, да? Я же ничего не писал, Наташа. Серёжа? Это же ты, точно. Вот же козёл. Вот маразота. Он специально всё это. Так возьми телефон, у тебя же он есть. Посмотри, что он там написал хотя бы. Что ты пойду? Я приду. Ой-ой-ой-ой, ты хоть разговариваешь. Блин, я же без девушки остался. Блин, я тоже нахрен сейчас между глаз долбанул. Так. Чё ты на меня смотришь? Влюбился, что ли? Если хочешь, можно ко мне домой на выходные. Там большой экран, можно в Бравл Старс поиграть. На большом экране Бравл Старс? Гениально. Хорошо, я подумаю. Ещё раз большое тебе спасибо. Хватит играть в Бравл Старс. Не все же школьники в него играют. Капец. Это же подарки. Мне очень приятно. Ерунда. Это для меня мелочь. Мелочи для тебя. Так. Ты же мелочи. Я богат. Рассаживай. У меня есть кто? Правильно, родители. Ха-ха-ха. Продолжаем. Мелочь для него. Это как бы не твои деньги. Ты зачем это сделал? Ты о чём? Что ты написал Наташи с моего телефона? Ты о чём? Нужно зайти посмотреть. Ты всё... Ты так взял, просто удалил. Кто удалил? У тебя голеный. Я всего лишь позвонил маме. Ага, ага. А чё я не слышал, как ты с ней разговариваешь? Ты расскажешь Наташи, что это ты написал ей с моего телефона? То тогда это сделаю я. Ты думаешь... Дебил. Ха-ха-ха-ха. Какая кореньшатина. Я правда, я его только дебил назвал. Так, Дима, пересаживайся на первую парту. Меняйся с Германом местами. Александра Юрьевна. Никаких... Чё-то класс какой-то маленький на самом деле, да? Александра Юрьевна, меняйся. Хорошо. Никаких? Подождите, вы же здесь, в смысле? Удачи, Тарус. Наташа моя. Это мы ещё посмотрим. Согласно этому договору, Китай имел все преимущества. Наташа, я знаю про сообщения. Это не я писал, это всё Серёжа. Он брал у меня телефон после физры. И как ты хочешь сейчас ей этот телефон передать? Ой, телефон, записку. Тупой. Ой. Ты же понимаешь, что, во-первых, он сначала прочитает это сообщение. Пиписку, да, записку. Вот, во-первых. Во-вторых, он передаст его, скорее всего, через этого дурачка. И он тоже прочитает. И он ей эту записку даже не отдаст. Ты, блин, гений, нахрен. Просто капец. Во-первых. Во-вторых, у тебя есть её WhatsApp. Ты ей можешь написать просто так. Или она тебе в ческому. Передать Наташу. Сейчас Наташа прочтёт и всё поймёт. Вот увидит. В целом все страны имели тяжёлая финансовая... Чего? О, Наташа. Зачем ты скидываешь свою вину на других? Это всё из-за того, что Серёжа подарил подарки? Если это так, то ты ведёшь себя как баба. Гениально. Даже признаться не можешь. Эй, в смысле? Дима, ты чем-то занят? Я? Я, да, я переписываюсь. А у нас есть ещё другие Димы в классе? Без понятия. Я ещё не со всеми знаком. Нет, что у тебя там? Ничего. А ну дай сюда. Александра Юрьевна. На уроке надо учиться, а не записки писать. Или ты сюда ходишь штаны протирать? Вы смотрите, как я красиво пишу. К тому же без ошибок. Поэтому вы должны радоваться этому, разве нет? Дима ходит в школу мух ловить. Рот закрой. Точно так же, как и ты, Серёжа. Да, хорошо. Наконец-то ему ответил хоть кто-то. Так, тишина. Переходим к практическому заданию. Сейчас делимся в группы из трёх человек и отвечаем на тесты. Тесты. Какие ещё тесты? Какие? Большие. Теви, которые мы только что прошли. Так, не гудите. Вопросы лёгкие. Тем более вы работаете в группе из трёх человек. Ну нифига себе. А чё так много? А почему не в двух? Рассаживайте сейчас так, как я скажу. Блин, так на самом деле чё-то новенькое. Потому что когда нам давали тесты, мы решали их одни. Если пытались кого-то списать, то всё, хана тебе на бутылку сразу садит. А здесь даже дают втроём подумать. Может, не такую же школу. Первая группа. Дима, Наташа и Саша. Александра Юрьевна, а можно в нашей команде не будет Дима? Эй. Так, никто ни с кем не меняется. Вы сейчас сами у себя отбираете время. Чем быстрее начнёте, тем быстрее закончите. Вторая группа. Даниэль, Серёжа и Саша. Даниэль? Сэм, передай Диме, чтобы он даже не пытался со мной разговаривать. Ты нормальная, я сижу напротив тебя. Чего? Наташа сказала, что... Я слышал, что она сказала. Ты нормальная, я сижу напротив неё. Вы чё за хернёй страдаете? Я даже с ней не разговаривал. Передай Наташе, хорошо. Да в смысле? Я сказал, хорошо. Вопросы или... Я слышу! Чё за бред? Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Сука, дерь. Какая кринжатина. Минтарная, так как вы в группах, справитесь очень быстро. Можно выйти? Левайт? Прям во время теста? Иди. Ты реальный гений. Так, какие тут вопросы? Сэм, передай Наташе, что... Да в... Я не писал ей сообщение. Дима не писал тебе сообщение. Сэм, передай ему, что он не мужик. Ты не мужик. Я не мужик. Ну не я же. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ты тоже, по-моему, ты там вообще был. Мог бы и сказать, что это он писал. Хорошо, тогда передай Наташе, что я не буду извиняться за то, что я не делал. Он не будет извиняться. Потому что он слабак и не может признать свою вину. Чего? Ты слабак. Передай ей, что пусть теперь Серёжа играет в Бравл Старс. И больше мы никогда не будем друзьями. Так, Ната, это тебе и сказала то же самое. Играю теперь с Серёжей в Бабл Квас. Мы не будем друзьями? Ты что, офигел? Ты мне сначала гадости пишешь, а потом виноваты. Подожди, в чём прикол? Ты сама сказала то, что ты больше с ним не дружишь. Я не понимаю, чё, блядь, происходит? Что у них на уме? Я тебе ещё раз говорю, я ничего тебе не писал. Это всё Серёжа. Ты слабохарактерный трус. Я слабохарактерный. Ты слабохарактерный, 100% трус, но сейчас ты не виноват. Это я это понимаю. Тогда ты инстасамка. Я инстасамка. Блядь, это скорбление века. Я не поняла, что там происходит? Меня назвали инстасамкой? Дима ведёт тебя как баба. А Наташа как тупая баба. А ты как малолетка. А ты как маленькая девочка, даже не разобралась ситуация и сразу обижаешься. Я тебе ещё раз говорю, что это Серёжа написал с моего телефона тебе сообщение. А потом ещё и специально подарки купил. А ты как дура повелась на этого лупоглазого. Я ещё раз спрашиваю, что здесь происходит? Я лупоглазый. Ты лупоглазый, сейчас я тебе найпуш. Блин, какой кринж. Прям санта-барбара. Ты кого лупоглазым назвал? Тебя, ну-ка успокоились оба. Сюда иди. Сюда иди. Да я тут, блядь, повторяюсь. Ты чё офигел? Охладись, придурок. Чё-то как-то он даже вообще никак не отреагировал. Ты зачем это сделал? Александра Юрьевна. Дима. Да. Что он врёт? Ты дебил, я из-за тебя заболею. И всё, это из-за одного сообщения. Да, мне насрать, болей сколько угодно, чувак. Будьте ж потом нормальным, может быть. Что-то ты написал! Идите оба в жопу! Надень ему, пожалуйста, ведро на голову и удай ручей чем-нибудь. У вас апога пара! Дима, маму, школу быстро! Быстро! Сейчас придёт, прям вот сразу, побежит, как будто так сказал. Чё за бред? Быстро! Быстро! Я не понимаю. Мама, сильно ругать будет? Конечно, сильно, я только что учителя облил. Чё за херня? Ну и что да, это второй раз за неделю вызывают. Растила, всё из-за меня. Зачем ты взяла подарки от Серёж? Потому что я на тебя обиделась из-за того, что мы не пошли в кино. Ещё это сообщение... В смысле, не пошли в кино куда-нибудь? Я подумала, что тебе не нравлюсь, поэтому решила не разбираться в ситуации. Гениально! Просто гениально! Я не буду разбираться в ситуации, я просто подумала, я себе надо... Типичная женщина. Пообещай, что мы всегда будем во всём разбираться, прежде чем ссориться. Одинаково. Обещай мне мир. А цветы и игрушку я выброшу. Всё отдай кому-то. Хорошо. Ребят, спасибо всем за просмотр! Гениально! Ха-ха-ха-ха! Классная серия, и меня, как обещано, всё бесит! Я прямо... Еле сдерживаюсь! Нет, реально очень хорошо, спасибо большое за контентище! Огромное спасибо Пончику за просьбу! Если вам понравилась реакция, лайк, подписка и комментарий! Не забывайте про жевать бубенчики и интересующие ссылочки в описании! С вами как всегда был Реборн, спасибо за просмотр! Пока!